Это канал Таллинга. Приветствую вас! Вот уже пролетела большая часть января. В этом видео я вспомню, какими были его первые недели. Как правило, январь – это жизнь на низком старте. Ты доедаешь новогодние салаты и строишь планы, сидя на диване. Мясика жанра. Пульт, плед, тудор, который ждет, пока его накроют. Естественно, читаю ваши комментарии. Параллельно у меня был рождественский вин, который мне не понравился. Также у меня тушится капусточка на свининке. У меня будет тыквенная кашка – это для диетического. В каком-то смысле можно честно признаться, что начало января – это жизнь под девизом «Еда, телевизор, диван, диван, телевизор, еда». Обычно это длится до момента, пока в холодильнике не остается ровным счетом ничего. Хотя нет, как правило, яйца у меня остаются всегда. Какой кайф. Начинать день, сидя всегда и смотря на эту красоту. Нереально. И ведь действительно красота. Дым стремится вверху неба, что говорит о том, что в Риге наступили крутые морозы, чего не было в конце года. Так, сейчас 15 градусов у нас минуса. Вот, я сейчас вышла по парменаду, дойду до своих. Сегодня у нас 40 дней. Мы отмечаем с момента, как умерла моя тетя. В общем, такие дела. Машина до сих пор у меня не заводится, поэтому иду пешком. Ну и полезно, ничего страшного. И самое главное, ребятка, какая красота. Ох, какое солнце дает, да? Какие лучи. Люди гуляют. Сегодня суббота. Все время думаю о том, как счастливы мы, что так беззапотно можем проводить свое время и радоваться простым вещам, сидеть на лавочке, смотреть, как летают птицы, радуются дети, кормить лебедей. Надо ценить этот мир спокойствия и счастья и не кидаться лишний раз необдуманными фразами. Вон даже коты и вороны живут дружно. Знаете, монах Дада Садананда сказал, что есть люди с простым умом, а есть со сложным. Ведь у кого простой ум, им в жизни очень легко. Легко найти партнера, легко выбрать свой путь и так далее, и так далее. Люди со сложным умом найти партнера могут с трудом, потому что для них, для этих людей со сложным умом важно все. Аромат, запах, оттенок голоса, характер, отношение к одним вопросам другим. Поэтому чаще всего такие люди остаются одиноки. Так что есть такое выражение богатые тоже плачут, но однако то же самое умные тоже плачут. Не родись красивой, а родись счастливой, говорят. А я бы еще сказала, не родись ленивым, будешь ты счастливым. Ха-ха-ха. Тоже вам желаю в новом году вот этого защитного гемостерка. Пойдем. Если бы не тень, тебя бы и видно не было. Да, ты мой хороший. Там, ребят, там просто алый-алый, вот не передает. Вот красный, просто красный закат. Эх, не оранжевый, а красный. Ох, быстрее надо. Пойдем домой. Посмотрите, сейчас вода теплее, чем воздух. Понятно, ребят? В некоторых местах Латвии сегодня было 30 минус 30. Тодор вообще у меня. Давай, шевели, сейчас ноги замерзнут. Тео, пойдем. Он не может идти. Сейчас, как это, товарищ судья, он не может сидеть. Я понимаю. Готово. Большая сладкоежка, но после новогодних праздников в моих вазах всегда очень много конфет. Конечно, в основном латвийских и не только. И это все отголоски того самого праздника. И, конечно, есть еще такой шлейф, когда люди не успели поздравить тебя в Новый год. И потом эти подарки постепенно приходят. И получается, что ты отмечаешь наступление Нового года и свой день рождения на протяжении еще каких-то нескольких недель. И это, безусловно, замечательно. Кто не любит подарки и, конечно, конвертий. Субтитры создавал DimaTorzok у нас опять снегопад. Снегопад. У меня выходной и сегодня... О-о-о! Сступило, конечно. Просто мы едем в кино и я что-то поздно выхожу, думаю, подъеду на машине. А машина-то у меня вся в снегу. Жесть какая! Баланс вообще завелась, а? Сейчас. Проверим. Просто... Ну, малыш. Да. Счастье есть. Пошло чистить машину. Ой, ребят, круто! Под Новый год такого не было у нас. Здесь, правда, на велосипедах пытаться ездить. Реальный снегопад. Бедные люди. Как я поеду? Начинается пробки. Уже сейчас идут пробки. Хотя сейчас 2 часа дня. Уже сейчас? Где-то? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok ничего не купит, он как-то рефреш ее делает такой немножко свободной и так далее. Поэтому это здорово. Это то, что я хотела сказать. Так что вот так, ребятки. Она сейчас летит в Канаду и она говорит, здесь моя семья, здесь у нее много друзей, в отличие от меня. А там у нее, да, там у нее ее мужчина, но видите, какие мы люди. Вот ей нужна семья. Здесь она ее чувствует и поэтому она с трудом летает в Канаду, хотя там природа, они там путешествуют и так далее, но здесь ее сын, здесь все, но здесь нет работы. Вот так. Поэтому тяжело расставаться, но мы с ней еще увидимся в воскресенье. Работаю в аэропорту. Через несколько дней моя сестра улетела, а я осталась в Риге. Иногда на своей работе, чтобы не скучать, я смотрю свои видео, которые меня мотивируют для того, чтобы не вешать нос, продолжать жить и радоваться. Конечно, строить планы. Как мне нравятся вороны, вы не представляете. Какие они любознательные, хитрые, смешные. Леньке-то вообще ему нравится снег, он прям в сугробы лезет. А Телдор вынужден тропинку искать. На кого ты походишь? Белинчики. Телдор любит белинчики. Мы вообще любим печеньки, такие вещи. Мы едим их немного, маленькими кусочками, но Леня все ест, слава богу. Телдору я мало даю, а он плохо ест. Да. Да, ребят. Доброе утро. Уже не утро. Уже не утро. День. Еду за мамой, ей сделали операцию на глаз. Снегопад, слава богу, завершился. И дороги, может сказать, чистые Пробок пока не вижу Ну, может быть, посмотреть, как убраны дороги Если взять во внимание, что снег без перерыва с утра шел У меня мама ехала в центр города рано утром Она сказала, что дороги были замечательно почистящие Но я представляю, что техника проходится один раз, второй, третий Но снег-то идет каждую минуту Поэтому требовать, знаете, отоработать Плюс вот эти вот машины по бокам, которые стоят Но здесь, конечно, сбоку вообще не чищено Но там, где мы едем, как бы почищено Ну, перфектно такую чистку, наверное, не назвать Но Броннику, она улица такая Здесь не так много, как бы, ездят по ней Вот, сейчас вы посмотрите Здесь крышина барона Здесь идет машина, едут и Также Ой, ребята, извините, рулю Поэтому я не вижу, что снимаю Вот, крышина барона, она такая Почищена больше, потому что она такая более основная дорога Вот такие, ребяточки Вот так, конечно, дворники молодцы Чистят Это вот Мартиня Бекерея Это кондитерская Мартиня Много лет существует в Латвии Много по Латвии ее Очень вкусные бурлочки Свежий театр Дайла И мы переезжаем сейчас в Брививас Улица Свобода Главная улица Ну, вот, можете посмотреть, как она почищена Я считаю, что все достойненько Очищено Так, здесь где-то моя мама стоит Маме сделали операцию Все вроде хорошо себя чувствует Все, к сожалению, придется завтра опять ехать Завтра придется ехать опять в больницу в эту Подавали бахилы, да, в этой больнице в первой Вы давали Это в кавычках Я считаю, ни одно уважающее себя заведение Не должно брать с пенсионеров деньги за бахилы 40 центов взяли с нее за бахилы Пипец просто Вы о чем вообще люди? Не надо рассказывать, в каких упаковках приходят бахилы И сколько стоит тонна бахил То есть у нее одна штука стоит просто какие-то там 0-0-0 центов И вы берете 40, то есть вы с пенсионерами зарабатываете на бахилах Ладно В моем доме появился мягкий-мягкий плед Понятное дело, что пока от дивана отказываться я не собираюсь Недавно прочитала огромное количество аннотаты И выписала целый список фильмов, которые хотела бы посмотреть Ну что, приступим Ну, я удачно закрыла свою книжку И начала смотреть фильм Девчата Девчата, который в списке не был Но который я очень и очень люблю Производство 1961 года Напоминает мне о моем папе И о моем счастливом детстве Я уже практически привыкла к своему новому рабочему графику Когда приходится вставать в 2.30 утра Помнишь, мы с тобою хотели Чтобы наступила зима В общем, можно сказать, что мои собаки к этому графику тоже привыкли Хотя очень скучает, что меня нет подолгу дома С одной тарелочки Мама дала свои палочки Вот, дочек, Леня Да, Лёнь? И в такие моменты я, конечно, благодарна себе Что я взяла вторую собаку Им вдвоем весело, им вдвоем не скучно Ну, а мне покойней, когда я не нахожусь дома Зима, конечно, удалась в этом году Единственное, на новогодние праздники Не подфартило Как-то потрескивает лед, если слышите Такой треск стоит Остались только вороны Уткам места нету И лебеди У полыни в другом месте Гоняй Лёня у меня Из-за них я сейчас гуляю Потому что уже можно было идти домой Но нет Гляньте Да, ты к ней Она, мол, эмоции над тебя Глянь Уток гонять Сейчас у нас уже уток нет, чтобы гонять Вот он сам по себе там у меня Внизу ходит Ты что там, Лёнь, забыл-то? Пойдёшь к нам? О, боже Я снимаю какую-то фигню Замёрз Да, Тау? Ты моя прелесть Ты моя прелесть Ну, смотрите Кто любит зиму? Лео любит зиму Гляньте вы на этого парня-то Да, Лёнь Глянь Лео Посмотри на маму Лёнь Лёнь Ну вот Пришёл твой Друган Всё, пойдёмте Домой Мама кофе Хочет выпить С вареньем А может с мёдом Сердце просит весны Я люблю покупать Эти цветы, когда они полностью ещё закрыты А потом ты как чудо ждёшь Потому что ты не знаешь, какого цвета внутри будут цветы И как ароматно он будет пахнуть Вообще, это чудесно Занятия, честно говоря Следить Вот утром пьёшь кофеёк, да Вот И балдею Больше вижу, конечно, и для чая Вот Но пока балдею с самого сервиза И пью кофе И вот мне так нравится, что она вот прям Идеально становится В это блюдце Прям идеально Очень простой, но вкусный рецепт Это я просто беру на оливковом масле Жарю баклажаны Добавляю томаты Чесночок И сыр фету Так как блюдо, я добавляю сюда сухарики Вся моя еда, она как бы подвязана под еду собак Я знаю, что многие будут меня ругать Но так уж завелось Поэтому я готовлю себе И параллельно продумываю, чтобы это было для собак Но получается всегда достаточно вкусно Допустим, я тушу курицу Туда добавляю лук Чеснок иногда Морковь обязательно И в этот раз я положила сельдерей Потом вы можете увидеть здесь репку Вот И все это тушится И отдельно отваривается рис И когда рис практически готов Все это заливается В довольно такую жидкую подливу Где тушится курица И уже дотушивается вместе И поэтому собакам Я даю овощи И рис В этот раз мне захотелось Немножко почему-то дать Какой-то другой вкус Совсем не катит Но вкусно Положил зеленые оливки Ну и курочку тоже собакам даю Поэтому Вот такой вот рецепт Вкусно Всех приветствую Сегодня будет встреча у меня С моими девчонками И до этого я хочу Съездить на свою работу В ресторан Позавтракать Вот такие у меня планы Посмотрим Пойдем погуляем Наверное по старой регии Позавтракать Бегу встречаться со своими одногруппницами. С одной не виделись более 20 лет. Представляете? С одной где-то 4 года не виделись. Сегодня, кстати, день, когда мы вспоминаем баррикады в 91-м году. Люди стояли на баррикадах, жгли костры и так далее. Всегда очень волнительно встречаться с теми, с которыми провел несколько лет своей жизни. Это было здорово вспоминать, как гуляли по Старой Риге тогда, смеялись, веселились и были беззаботными. После этого мы направились в музей моды на выставку Александра Васильева, черный, белый, красный. И засели в кафе на несколько часов для того, чтобы поболтать. 20 лет спустя. Интересно узнать, что у обеих моих подруг жизнь сложилась замечательно. Обе воспитывают двух прекрасных детей. Вернее, не воспитывают, это уже взрослые люди. Некоторым из них 32 года. И, кстати, живут в том же браке. То есть их семьи оказались крепкими. Что сейчас большая редкость. Ну а мне приходилось показывать только фотографии своих собак. Что ж, у каждого своя судьба. И о своей жизни мне хотелось бы снять отдельный проект. Недавно я распечатала коробку со своими дневниками, которые вела с 10-летнего возраста. Напишите, будет ли вам интересно. Кстати, перед вами платье самой Мерлин Монро. Вы думали, она была стройная? Она обладала формами. Но я никак не ожидала, что она была достаточно кругленькой. В общем, дорогие женщины, обязательно приходите в музей моды. Он находится недалеко от площади Красных Стрелков. Наблюдая за тем, как через века дизайнеры пытались украсить женщину. Как жизненные ситуации и войны меняли женские наряды через поколения. Вы все это можете услышать в диктофон. Когда создавалась каждая конкретная модель, ансамбль. И почему она такая, а не другая. Безусловно, также можете увидеть работы известнейших дизайнеров. А еще понимаешь то, что всегда нужно быть терпимыми ко времени. То, что сейчас потрясающе красиво, когда-то это было нелепо и безобразно. Времена меняются, нравы тоже. Но главное, что мы с вами, женщины, обладаем той самой притягательностью. Во все века являемся музами для поэтов, художников и дизайнеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас для тех, кто любит Лео и Тео. Много снимаю про них, но не так часто показываю. Поэтому окончание этого видео будет о них. Наслаждайтесь, друзья мои, ведь они приносят мою жизнь спокойствие, уют и любовь. За редким исключением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это вы же ругались. Ой, мама рада. Господи, какое счастье. Большое спасибо Глебу за спонсорство канала. Хорошего вам дня. Удачи!